Новые современные торговые объекты придут на смену старым ларькам. Столичные власти продолжают менять облик Чубаксар. С улиц уходят потерявшие свой вид и несоответствующие архитектурным, санитарным нормам нестационарные торговые точки. Всего в столице Чувашии около 500 мест, предназначенных для нестационарных торговых объектов. Большинство из них специализируются на продаже продовольственной и печатной продукции. Если внешний вид торговой точки не соответствует критериям, администрация столицы вступает в диалог с собственником или арендатором, убеждая его реконструировать объект. В противном случае его демонтируют. За последние три года с улиц исчезли 140 павильонов. На сегодняшний день проводится определенная судебная работа. Судами вынесено решение по демонтажу 43 объектов НТО, в том числе утверждено 9 мировых соглашений. Сейчас более 200 торговых объектов планируется выставить на аукцион. Цель смены павильонов – улучшение визуального восприятия городской среды. Уже разработан архитектурный план, увеличен срок размещения объектов. Все они будут внесены в геоинформационную систему. Кстати, борьбу с ларьками и киосками в стране начали 4 года назад. Только в Москве снесли тысячи объектов торговли. Теперь же Минпромторг России предлагает вернуться к рассмотрению этого вопроса. По их мнению, восстановление торговли в шаговой доступности позволит создать 250 тысяч рабочих мест и привлечь инвестиции в сотни миллиардов рублей. Не говоря уже о комфорте жителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!